Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Мехвод. На российском рынке появился новый игрок от компании DonFeng. В продажу поступил купе-образный кроссовер DonFeng AX5. Не AX35, да, как ожидаемо в Hyundai, а просто AX5. Здесь раньше, конечно, продавались автомобили Hyundai, сейчас зашел DonFeng. Скоро эту вывеску уберут, и полноценный будет DonFeng. Пока вот здесь DonFeng немножко с краю пристроился, модельный ряд состоит из трех автомобилей. Это Шеймакс седан, есть DF пикап, мы их с вами рассматривали. А вот новиночка, это AX5, купе-образный кроссовер. Смотрите, какой экстерьер, какой шикарный автомобиль, какая здесь изящная оконная линия. Кроссовый обвес, хромированные молдинги. Хромированные молдинки есть в переднем бампере в нижней части. Также видим датчики парковки, светодиодная оптика, есть панорама с электролюком. Круиз-контроль здесь, скорее всего, обычный, не адаптивный, датчика не вижу. Также не вижу системы экстремного торможения перед препятствием. Не совсем максимальная комплектация. Легкосплавные колесные диски графитовые, матовые, на 18. Передние подкрылки здесь фетровые, обладают хорошей шумоизоляцией. На задней оси также видим фетровые подкрылочки установлены. Задняя подвеска независимая, пружинная. Дисковые тормоза. Вид сзади. Оптика сзади светодиодная. Науди чем-то похож этот автомобиль. Не будем его сравнивать с Арканом, а сравним с Ауди, либо с Порше. И надпись есть. Только это у нас Dongfeng AX5. Расположена в районе номерного знака. Открываемся. Смотрим, что здесь есть интересного. Спинки сидений раскладываются в пропорции 60 на 40. Без возможности регулировки по углу наклона, как я узнал. Вот здесь есть замок. Они застегиваются в одном положении. Розетка на 12 вольт. Плафон освещения. Под фальшполом мы видим запасное колесо. Все проложено вспененным материалом. Есть домкрат, буссировочная петля. Дальше что еще? Балунный ключ. И все. И знак аварийной остановки. В целом же вот такое вот у нас пространство под фальшполом. Здесь есть, нет самбуфера. Здесь его нет. Здесь у нас доступ к ключку. С другой стороны тоже самбуфера нет. В общем, самбуфера в багажном отделении в данном автомобиле нет. Подкапотное пространство оформлено следующим образом. Здесь мы видим газовые упоры. Сделана шумоизоляция подкапотного пространства. Также видим сплошную пластиковую защиту. Резинку в передней части. Вот здесь вот она проложена. Резинка есть в опу. В общем, практически все сделано. Если заглянем в это отверстие, мы увидим двигатель. Внизон у нас турбированный бензиновый. Полторашка, 137 лошадиных сил. Работает в паре с вариатором. Привод на данном автомобиле передний. Мы видим спиненную отделку. То есть здесь у нас все мягонько. Не пластик. Вот здесь только пластик под карбон. Дальше пластик под алюминий. Вставка сплошная из эко-кожи. Белая строчка. Здесь у нас уже обычный пластик. Динамика аутсистемы. Органайзер. Двери закрывает линию порога. Здесь у нас пластик. Здесь у нас проклеена резинка. Получается, что попавшая сюда грязь терет не по двери, а по пластику. Обстановка на втором ряду. Сидения отделаны эко-кожей. Есть перфорация. Есть подлокотник с подстаканниками. Три подголовника. Плафон освещения. Микролифт. Ручки. Панорама с электролюком. Позже включим. Посмотрим, как она открывается. Здесь отделка пластиком. Здесь у нас сеточка. Розетка на 12 вольт. USB слот. Недифильтера климатической системы. Тоннельная часть выпирает буквально 3 сантиметрика. И еще раз обстановочка на втором ряду. Теперь переходим на передний ряд. Бесключевой доступ. Вот так вот оформлена дверная карта со стороны переднего пассажира. Здесь также мягкий винил. Эко-кожа. Пластик. Подсветка. Кресло переднего пассажира регулируется за счет электроприводов. Раз, два, три, четыре. Четыре направления. Есть перфорация. Немного удлинена подушка. Видите? Насчет теплых опций чуть-чуть попозже узнаем. Ярко выраженная боковая поддержка. Подголовник регулируется по высоте. Примень безопасности регулируется. Есть подушка безопасности в сидении. Есть подушка безопасности спереди. У водителя, у пассажира. А вот в стойках подушек безопасности вот здесь вот, друзья, нет. Не написано. Видите? Аэрбэк отсутствует. Центральная консоль парящая. Здесь у нас ниша. Дальше расположился прикуриватель. И розетка на 12 вольт. В перчаточном ящике ничего нет. Крышка с микролифтом. Здесь у нас пластик. Здесь вставка из черного глянцевого пластика, сделанная под карбон. Здесь у нас спиненный винил. Мягкий. С имитацией строчки. На дверях водителя безключевой доступ. Датчиков мониторинга слепых зон сзади я не вижу. Камер круглого обзора 360 градусов тоже не вижу. Здесь видим совмещенный пульт управления электростеклоподъемниками боковыми зеркалами. Вставка вот здесь идет сплошная из эко-кожи. Здесь у нас дефлектор, который переходит на боковые стекла. Стекла, кстати, смотрим. Не двойные, стекла обычные. Без шумоизоляции. Снизу органайзер, катафод. Кресло водителя регулируется за счет электроприводов. Считаем, в скольких направлениях. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть еще регулировка поясничного подпора. Вверх, вниз, вперед, назад. Сокращенно, don't think. И регулировка подголовника по высоте. Вы только смотрите вот эти все очертания. Мне эта машина уже начинает напоминать Mercedes. Какая здесь приборная панель за стеклом. Она обычная механическая, в центральной части ЖК-монитор бортового компьютера. Включаем зажигание. Тормоз нажимать не будем. Просто включим и зажгем. Смотрите, лампочки, все загорело. Сейчас я вам свет на своем фонаре выключу, чтобы вы оценили вот эту вот обстановочку за рулем iX5. В проекции на лобовое стекло нет. Мультимедийная система русифицирована. Все по-русскому. Климат однозонный. На русском языке кондиционер. Видите, управление подогрев сидений переднего ряда. Дальше телефон можем подключить. Радио послушать. Навигацию вывести на экран. Рулевое колесо отделано кожей. Есть управление обычным куриц-контролем. Есть управление мультивидной системой. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету. Кнопка старт-стоп. Здесь у нас отключение курсовой устойчивости. Открытие лючка бака. Также мы можем нажать кнопку «Открыть пятую дверь». На центральной консоли все выполнено из черного галлянцевого пластика. Электромеханический ручник системы автохолд. Есть помощь на спусках. Есть отключение датчика в парковке сзади. Это у нас, когда зимой мы движемся по снегу. Включаем и вариатор переходит в особый режим. Подстаканник. Ключи от автомобиля. В подлокотнике мы видим USB-слот. Разъем AUX. Ниша подлокотника без охлаждения. Две створки очень удобны. Закрываются. Отделаны кожей. Потолок отделан черной тканью. В козырьке переднего пассажира есть зеркало с подсветкой. Также мы видим пульт управления панорамной крышей. Нажимаем. Да, нужно держать получается. Нажимаем. Смотрите, все открывается. Со второго раза. Есть шторка мухозахватывающая. Дальше смотрим. Плафон освещения присутствует. Есть подочечник. Салонное зеркало у нас только с регистратором. Вот это, друзья, регистратор. Он штатно установлен на заводе. Это не доп. опция от автосалона. И в козырьке водителя. Также видим зеркало с подсветкой. Оцените, друзья, вот этот весь дизайн. Как здесь все оформлено. Как закрывается. Как работает механизм панорамной крыши. Вот можем ездить вот так. Шторку не закрывать. Но при желании можем шторочку тоже закрыть. Нажали. И шторка у нас закрывается. Кнопка отдельно открывать-закрывать шторку. Кнопка отдельно закрывать-открывать люк. Панорамную крышу. В целом же мне автомобильчик такой понравился. Да, цена, конечно же, может ввести в заблуждение. А с другой стороны, какой сейчас китаец дешевле. На мой взгляд, все. Прошло то время, когда были дешевые автомобили за 2 миллиона рублей. Теперь все начинаются от 3 миллионов и выше. Если, конечно, мы хотим получить машину с большим функционалом. Кроме AX5 в шоуруме представлен пикап DF6. Да, мы его можем забрать за 2,750 при условии трейдины и кредита. И также есть седан, шеймакс. Его мы при условии трейдины и кредита можем забрать за 2 миллиона 190 тысяч рублей. И AX5 2,990. Машину мы с вами посмотрели. С функционалом познакомились. Теперь пишите свое мнение в комментариях. Как вам, друзья, вот такой вот новый герой на российском рынке? Стоит он внимания, не стоит он внимания? Мне очень важно услышать ваше мнение в комментариях. Так что не стесняйтесь, пишите. Вместе подискутируем. Кому нужны основные технические характеристики данного автомобиля, они будут в описании под видеороликом. Переходите, читайте. Там я расскажу, какие габариты этого автомобиля, сколько он расходует топлива, какой у него клиренс и какие комплектации вообще представлены на российском рынке. Все, друзья, до новых встреч!